Глава двадцать четвертая Я ненавижу свою мать. Магистр сидел на траве, скрестив ноги. Он помедлил с ответом, глядя в горестные глаза мальчика. Это очень серьезно, Карл. Мне не хотелось бы, чтобы ты говорил то, о чем, подумав, потом пожалеешь. Я думал достаточно, резко ответил Карл. Мы долго говорили об этом. Теперь я понимаю, как они меня обманывали, как использовали меня. Какие они себелюбивые. Он зажмурился. Насколько они ненавидят людей. Рал поднял взгляд к окну на перестые облака, окрашенные багрянцем в последних лучах заходящего солнца. Сегодня. Сегодня, наконец, наступит ночь, когда он вернется в подземный мир. Долгими днями и ночами Рал не давал мальчику спать, кормя его колдовскими зельями. Он давил на Карла до тех пор, пока мозг ребенка не опустел, готовый принять новую форму. Вел с мальчиком бесконечные разговоры, убеждал, что все его постоянно обманывали, унижали, использовали. Временами Рал оставлял Карла в одиночестве, наказывая подумать над тем, о чем они говорили. Тогда он спускался в усыпальницу отца и там снова перечитывал заветные надписи. Иногда он использовал это время для сна. Минувшей ночью он взял в постель девчонку, желая немного расслабиться, и хоть на миг отвлечься от всего. Ощутить теплую живую плоть, снять сдерживаемое возбуждение. Она должна была считать это за честь. Особенно после того, как Рал был с ней так ласков, так предупредителен. Ей тоже хотелось быть с ним. И что же? Она рассмеялась. Увидев его шрамы, она рассмеялась. Вспоминая об этом, Рал силился сдержать бешенство, силился улыбнуться мальчику, скрыть нетерпение. Он подумал о том, что сделал с девчонкой. Вспомнил, как долго сдерживаемое напряжение вырвалось на волю. Услышал ее пронзительные крики. На его лице заиграла улыбка. Она больше не будет смеяться. — Чему ты улыбаешься? — спросил Карл. Рал посмотрел в карие глаза мальчика. Я подумал, что горжусь тобой. Его улыбка стала шире, когда он вспомнил, как хлестнула струей горячая липкая кровь, как истошно кричала девчонка. Куда делась ее насмешливость? — Мной? — Карл смущенно улыбнулся. — Да, Карл, тобой, — кивнул Рал. Светлые волосы рассыпались у него по плечам. Немногие юноши твоих лет смогли бы познать мир таким, как он есть. Отвлечься от своей жизни и взглянуть на чудеса и опасности, что окружают нас. Понять, как упорно я тружусь, чтобы обеспечить народу мир и спокойствие. Он печально покачал головой. Порой бывает больно смотреть, как те, за кого я сражаюсь, отворачиваются от меня, отвергают мою неустанную заботу или, того хуже, присоединяются к врагам народа. Я не хотел взваливать на тебя бремя беспокойства за меня, но даже сейчас, когда я говорю с тобой, злые люди строят козни, желая завоевать и сокрушить нас. Они уничтожили границу, которая защищала Дхару, а теперь разрушают и вторую. Боюсь, они готовят вторжение. Я пытался предупредить народ об угрозе, идущей из Вестландии, пытался убедить их хоть что-то сделать для собственной защиты, но они люди бедные и простые. Они ждут защиты от меня. Отец Рал, ты в опасности? Глаза Карла широко распахнулись. Рал небрежно махнул рукой. Я боюсь не за себя, за народ. Если я погибну, кто тогда защитит жителей Дхары? Погибнешь? Глаза Карла наполнились слезами. О, отец Рал, ты нам нужен. Пожалуйста, не дай им убить тебя. Пожалуйста, позволь мне сражаться на твоей стороне. Я хочу защитить тебя. Мне больно думать, что над тобой нависла угроза. Рал прерывисто дышал. Сердце его бешено колотилось. Час близок. Уже недолго. Он нежно улыбнулся Карлу, вспоминая крики той девчонки. Мне больно думать, Карл, что из-за меня ты подвергаешься опасности. За последние дни я лучше узнал тебя. Ты для меня больше, чем просто юноша, призванный помочь исполнить обряд. Ты стал моим другом. Я делил с тобой свои самые сокровенные заботы, желания, мечты. У меня немного таких друзей. Мне достаточно уже того, что ты обо мне так беспокоишься. Карл посмотрел на магистра. В карих глазах стояли слезы. Отец Рал, прошептал он. Ради тебя я готов на все. Пожалуйста, позволь мне остаться. После обряда позволь мне остаться с тобой. Клянусь, я сделаю для тебя все. Если бы мне только можно было остаться. Карл, это так благородно, так похоже на тебя. Но у тебя своя жизнь. Родители, друзья. И Тинка, не забудь о своей собаке. Скоро тебе захочется вернуться к ним? Карл медленно покачал головой, не сводя глаз с Рала. Нет, не захочется. Я хочу быть только с тобой. Отец Рал, я люблю тебя. Для тебя я готов на все. Рал с серьезным видом обдумывал слова мальчика. Тебе опасно со мной оставаться. Рал чувствовал, как отчаянно забилось его сердце. Мне все равно. Я хочу служить тебе. Пусть даже меня убьют. Я только хочу помочь тебе. А больше ничего мне не надо. Только помочь тебе сразиться с врагами. Отец Рал, если я погибну за тебя, то погибну не напрасно. Пожалуйста, позволь мне остаться. Я буду делать все, что ты скажешь. Всегда. Рал сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, пытаясь унять волнение. Лицо его сделалось серьезным. Ты в этом уверен, Карл? Ты уверен, что действительно этого хочешь? Ты действительно готов ради меня пожертвовать жизнью? Клянусь, я готов умереть ради тебя. Моя жизнь принадлежит тебе. Возьми ее. Рал слегка откинулся назад и кивнул, положив руки на колени. Голубые глаза насквозь пронизывали мальчика. Да, Карл. Я возьму ее. Карл не улыбнулся, а только слегка склонил голову в знак покорности. На лице его читалась отчаянная решимость. Так когда же мы приступим к обряду? Я хочу помочь тебе и твоему народу. Скоро, сказал Рал. Зрачки его расширились. Он медленно проговаривал каждое слово сегодня ночью, после того, как я тебя покормлю. Ты готов? Да. Рал поднялся, чувствуя, как кровь стучит в висках. Он изо всех сил сдерживал возбуждение. Снаружи было темно. Отблески факелов отражались в голубых глазах, играли на длинных светлых волосах, окутывали сиянием белые одежды. Перед тем, как отправиться в комнату с горном, он поставил перед Карлом рог для кормления. В маленькой темной комнате, скрестив руки на груди, ждали телохранители. Капли пота стекали по холенной коже, оставляя влажные следы, блестевшие в красном свете горна. На огне стоял тигель, от окалины поднимался едкий запах. — Дэмин вернулся? — спросил Рал. — Несколько дней назад, магистр. Скажи, чтобы пришел сюда и ждал, — с трудом прошептал Рал. — А теперь оставьте меня. Они поклонились и вышли через заднюю дверь. Рал провел рукой над тиглем. Зловоние превратилось в аппетитный аромат. Закрыв глаза, он мысленно воззвал к духу своего отца. Дыхание его стало прерывистым и частым. Даркина Рала захлестнула буря эмоций. Облизав кончики пальцев, он провел ими по губам. Затем прикрепил к тиглю деревянные ручки, чтобы не обжечься, поднимая его, с помощью магии уменьшил тяжесть, взял в руки тигель и вошел в сад. Факелы освещали белый песок с начертанными на нем символами, круг зеленой травы и алтарь на клине из белого камня. Свет отражался от каменного обелиска, отбрасывая блики на железную чашу и на изваяние шинги, зверя подземного мира. Эта картина запечатлелась в глазах Рала. Он приблизился к мальчику и остановился возле отверстия медного рога. Даркин Рал посмотрел на обращенное к нему лицо Карла. В голубых глазах блеснули льдинки. — Ты уверен, Карл? — хрипло спросил он. — Могу я доверить тебе свою жизнь? — Я принес тебе клятву верности, отец Рал. Навеки! Глубоко вздохнув, Рал закрыл глаза. На лице проступила испарина. Белое облачение прилипло к телу. Рал почувствовал жар, исходящий от тигля. Он добавил магического огня, не давая остыть содержимому. А потом начал тихо нараспев произносить на древнем языке слова заклинаний. Чара и заклятия наполнили сад призрачными шорохами. Рал почувствовал, как в нем нарастает могущество. Спина его выгнулась. Он задрожал. Теперь он обращался к духу мальчика. Голубые глаза слегка приоткрылись, в них полыхнуло безумие страсти. Дыхание прерывалось, руки слегка дрожали. Он вперил в мальчика взгляд. — Карл, — хрипло прошептал он, — я люблю тебя. — Я люблю тебя, отец Рал. Рал медленно опустил веки. — Зажми рог губами, мальчик мой, и держи его крепко. Карл повиновался. Рал произнес последнее заклинание. Сердце его бешено забилось. Факелы шипели и разбрызгивали белые искры. Их треск сливался со словами заклинания. И тогда он вылил содержимое тигля в рог. Глаза Карла испуганно распахнулись, он одновременно вдохнул и сделал судорожный глоток. Расплавленный свинец потек в его горло, сжигая внутренности. Рала била дрожь. Он разжал руки. Пустой тигель упал на землю. Магистр перешел к следующей цепи заклинаний, отправляющих дух мальчика в подземный мир. Он произносил слова одно за другим в должной последовательности, открывая путь к подземному миру, открывая бездну, темную пустоту. Руки его взметнулись вверх, и вокруг закружились черные тени. Громкие завывания наполнили ночной воздух ужасом. Даркин Рал подошел к холодному каменному алтарю, преклонил колени, простер над ним руки и опустил голову. Он говорил на древнем языке слова, которые должны были связать его с духом мальчика. Быстро произнеся требуемые заклинания, Рал поднялся. Он стоял, уперев в бока сжатые кулаки. Лицо его пылало. Из тени выступил Дэмин Нас. Рал устремил на него неподвижный взгляд. — Дэмин! — хрипло прошептал он. — Мой господин! — ответил тот, наклонив голову. Рал подошел к Дэмину. По его лицу стекали струйки пота. — Откопай его тело и положи на алтарь. Возьми ведро воды. Омой его. Он посмотрел на короткий меч, висевший у Дэмина на поясе. Раскали ему череп. Это все. Когда закончишь, можешь отойти и подождать в саду. Он провел руками над головой Дэмина. Воздух вокруг поплыл и задрожал. — Это заклинание охранит тебя. Жди здесь. Перед рассветом я вернусь. Ты мне понадобишься. Рал отвернулся, погруженный в мысли. Дэмин сделал все, что велел магистр. Пока он занимался грязной работой, Даркин Рал, словно в трансе, повторял нараспев странные слова, раскачиваясь из стороны в сторону. Дэмин вытер меч и убрал его в ножны. — Ненавижу эту часть! — пробормотал он. Бросив последний взгляд на Рала, Дэмин повернулся и отошел в тень, оставив магистра наедине с его трудами. Даркин Рал, глубоко дыша, встал позади алтаря. Он резко выбросил руку к углублению для костра, и языки пламени с ревом взметнулись вверх. Рал простер вперед руки, сжимая пальцы, и железная чаша поднялась с постамента, медленно поплыла в воздухе и опустилась на огонь. Достав из ножен кривой кинжал, он положил его на мокрый живот мальчика, сбросил с себя одежду и отшвырнул ее ногой. Пот покрывал стройное тело, ручьями бежал по шее. Под гладкой упругой кожей выступали тренированные мускулы. Слева, от живота до колена, спускались уродливые шрамы. Там его коснулось пламя, посланное старым чародеем волшебный огонь, который поглотил отца. Даркин Рал стоял тогда по правую руку отца. Пламя лизнуло и его, опалив магической болью. Это было пламя, не похожее ни на какое другое, жгучее, опаляющее, всепроникающее, живое, и он кричал до тех пор, пока не пропал голос. Даркин Рал лизнул кончики пальцев и протянул руку, чтобы смочить выступающие шрамы. Как ему хотелось сделать это тогда, как хотелось избавиться от ужаса непрекращающейся боли. Но лекари не позволили, говорили, что он не должен трогать ожог, и связывали ему руки. Рал лизнул пальцы и провел ими по губам, стараясь остановить слезы, отогнать образ отца, сожженного заживо. Месяцами он кричал, задыхался, молил позволить ему прикоснуться к ожогам и облегчить боль. Но ему не позволяли. Как он ненавидел чародея! Как желал убить его! Как жаждал, глядя волшебнику прямо в глаза, запустить пальцы в живую плоть и вырвать оттуда сердце! Даркенрал отнял руку от шрамов и, взявшись за нож, отогнал воспоминания. Теперь он мужчина. Теперь он магистр. Он вернулся мыслями к настоящему. Сотворив нужное заклинание, он погрузил нож в тело мальчика. Рал осторожно вынул сердце и опустил его в чашу с кипящей водой. Затем извлек мозг и кинул туда же. Наконец отрезал яички и тоже положил их в чашу. Рал опустил нож. Кровь смешалась с потом, покрывшим его тело. Кровь капала у него с локтей. Рал возложил руки на тело и воззвал к духам. Затем поднял лицо к темным окнам, закрыл глаза и стал творить заклинания. Он отчетливо помнил каждое слово и произносил их одно за другим, ровно, без пауз, в нужные моменты размазывая по груди кровь. Обряд продлился около часа. Прочтя заклинания, выбитые в усыпальнице отца, Даркен Рал подошел к магическому песку. Он нагнулся и ладонями разровнял поверхность. Окровавленные руки покрылись белой коркой песка. Магистр присел на корточки и начал тщательно чертить колдовские знаки, расходящиеся из центра подобно радиусам и разветвляющиеся сложными переплетениями. Долгие годы посвятил Даркен Рал изучению магических фигур. Любая самая незначительная ошибка немедленно повлекла бы за собой смерть. Он сосредоточился. Длинные светлые волосы повисли грязными клочьями. Лоб прорезали глубокие морщины. Рал напряженно работал, добавляя все новые и новые линии, штрихи, дуги. Все в строгой последовательности. Близилась полночь. Рал кончил чертить, встал и направился к священной чаше. Как он и рассчитывал, вода уже почти выкипела. С помощью магии он перенес чашу на постамент и охладил варево. Затем взял каменный пестик и принялся толочь содержимое чаши. Капли пота стекали по его лицу. Когда все, что было в священном сосуде, превратилось в кашицу, Рал всыпал туда магические порошки. Он встал перед алтарем, держа чашу на вытянутых руках и сотворил призывающие заклинания. Опустив чашу, магистр обвел взглядом сад жизни. Он всегда предавался созерцанию прекрасного перед путешествием в подземный мир. Затем Рал приступил к трапезе. Он руками черпал кашицу из чаши. Он ненавидел вкус мяса и ел только растительную пищу, но сейчас у него не оставалось выбора. Чтобы отправиться в подземный мир, необходимо съесть плоть. Рал постарался представить себе, что перед ним любимое овощное пюре, и, не обращая внимания на вкус, съел все без остатка. Облизав пальцы, он отставил пустую чашу и сел на траву у кромки песчаного круга. На светлых волосах запеклась кровь. Рал скрестил ноги, положил руки на колени, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он готовился к встрече с духом мальчика. Обряд завершен, заклинания произнесены, чары наброшены. Магистр поднял голову и открыл глаза. КАРЛ, ПРИДИ! Прошептал он на тайном древнем языке. На мгновение воцарилась мертвая тишина. Затем раздался жалобный стон. Земля задрожала. Из центра песчаного круга восстал дух мальчика в обличье Шинги, зверя подземного мира. Шинга явился, призванный заклинаниями. Прозрачный, как дым, поднимающийся из земли, он вращался, выкручиваясь из белого песка. Шинга с трудом проталкивался через испещренную символами поверхность. Голова его откинулась, из ноздрей повалили клубы дыма. Рал спокойно наблюдал, как восстает из глубин и обретает плоть, наводящий ужас зверь. Наконец из-под земли вырвались мощные задние лапы. Шинга взвыл еще громче. Разверзлась черная, как деготь, дыра, в которую тут же начал сползать магический песок. Шинга парил над бездной. Пронизывающие карие глаза смотрели на Рала. Спасибо, что пришел, Карл. Зверь опустил голову, обнюхивая обнаженную грудь магистра. Рал поднялся и погладил Шингу по шерсти, сдерживая нетерпение зверя. Когда Шинга успокоился, Рал вскарабкался ему на спину и крепко вцепился в загривок. На мгновение все озарилось ослепительной вспышкой света. Шинга и Рал исчезли в черной бездне. Земля содрогнулась и с треском сомкнулась за ними. На сад жизни опустилась ночная тишь. Дэмин Нас, отирая с олба капли пота, выступил из-за деревьев. — Счастливого пути, друг мой! — прошептал он. Счастливого пути!